Всем привет, с вами WeProject, главная медиа о людях в Центральной Азии, и мы на Digital Алматы 2023. Поехали! Очень крутое издание. Это очень жаркая битва. Есть большое количество игроков на рынке. Итак, друзья, Digital Алматы — это международный цифровой форум, и главной темой этого форума является цифровое партнерство в новой реальности. Digital Алматы в цифрах — это 150 спикеров, более 250 участников выставки, более 400 IT-компаний и ожидается 15 тысяч человек из 30 стран мира. Итак, а мы продолжаем наше путешествие по Digital Алматы. Вот это аллея стартапов. Идеальное место, чтобы повысить узнаваемость своего стартапа, найти инвесторов, а также посмотреть на стартапы в Центральной Азии. Здесь их очень много, более 100. Всем салям! Меня зовут Азат. Я являюсь основателем и управляющим партнером фирмы «Есельной компанией». Мы занимаемся анализом и визуализацией данных. Азат, мы хотим поговорить про IT-экспорт. Как сейчас обстоят дела с IT-экспортом в Казахстане по-вашему, если вкратце? Во-первых, спасибо, что вы очень крутое издание. Очень рад, что вы такие вопросы поднимаете, что делаете визибилити. Вопрос, он и хороший, и хорошее состояние, и плохое. С одной стороны, у нас еще нет ни одной компании, которая бы на весь мир была бы известна. Кроме «Казфи», но они не экспортеры, нет такой компании все еще. Во-вторых, у нас есть хорошая база, шикарный потенциал, чтобы его реализовать. И, наконец-то, построить какую-то очень крутую историю. Что для этого нужно? Что требуется для перспективы развития? У нас уже есть хорошая математическая база, у нас есть менталитет. Мы понимаем, что хорошо весь мир, а нам не хватает, я думаю, какой-то консолидации рынка, чтобы мы все этичники, которые пытаются экспортировать, мы собрались и единым фронтом продвигали наш казахстанский или, возможно, центральный азиатский бренд на весь мир. Как раз-таки такие мероприятия, как Digital Алматы, они помогают собрать какое-то сообщество, да? Да, да. Когда мы все с разных городов проезжаем в одно единое место, очень удобно, на самом деле, общаться. В рамках Digital Алматы также проводится битва стартапов Astana Hub Battle. Общий призовой фонд этой битвы составляет 18 тысяч долларов. Очень много стартапов поборются за этот приз. И здесь будет проводиться питчинг, что является очень увлекательным событием, когда основатели стартапов выходят и защищают свой проект. И все это проходит в рамках Digital Алматы. Я очень доволен атмосферой мероприятия, то, что очень много гостей, это самое главное. Молодежь показывает, демонстрирует свои наработки, робототехники в IT-стартапах и так далее. Другая половина молодежи вдохновляется, видит примеры успешные. Также здесь есть очень много крупных фигур в IT-индустрии, которые тоже здесь делятся своим опытом, нетворкинг, нетворкинг, и я считаю, что Алмата – это тот город, где такие мероприятия должны проходить как можно чаще, как можно регулярнее. И мы рады, что мы здесь совместно с Министерством цифрового развития, АКФТ Гарден и Astana Hub являются основными организаторами этого мероприятия. Astana Hub Battle – это уже такая легендарная тусовка, это очень жаркая битва, где множество стартапов конкурируют по единым правилам, и мы рады проводить это впервые в Алмате. Очень много было заявок, вот сейчас здесь проходит полуфинал, 100 проектов в полуфинале, большой объем работы для членов жюри. Завтра будет финал, обязательно приходите, смотрите, поддерживайте, это очень круто. Также в рамках Алматы Digital здесь проходил чемпионат по робототехнике Digital Ministry Cup, в котором приняли участие более 100 человек из четырех стран мира. Расскажите, пожалуйста, о себе нашим зрителям. Меня зовут Азмет Актер, я фаундер и CEO компании Актер Студиос. Мы являемся одной из самых быстрорастущих IT-компаний в Центральной Азии, занимаемся разработкой цифровых продуктов под ключ, в том числе одно из наших оправлений – это экспорт. То есть мы изначально выбрали модель, что мы не концентрируемся на местном рынке и разрабатываем также для Штатов, для Юго-Восточной Азии, Европы и других стран. Если говорить об IT-экспорте, почему сейчас развитие IT-экспорта важно, и на какой стадии он находится в регионе Центральной Азии? Если говорить в целом о регионе, мы отстаем от наших соседей. Если равняться на кого-то, то это, скорее всего, на страны СНГ и Восточной Европы, поскольку мы больше исторически относимся к этой территории, по рынкам. Если смотреть на наши соседи, они, конечно же, преуспели. То есть еще в 2000-х или даже в 90-х они начали отправлять своих людей, экспортировать свои услуги, через диаспору вытаскивать крупные заказы. Появилось огромное количество компаний, которые занимаются IT-экспорсингом. И в целом, я считаю, что проблема нашего рынка оказалась именно в том, что у нас оказался мнимый внутренний рынок. То есть, да, большинство IT-компаний, они начали засветачиваться вокруг государственного, получается, заказа вокруг каких-то крупных телекомов и банков, ну и даже там добычи ресурсов, и в принципе не смотрели на мир. Плюс-минус любой бизнес, малый, средний, крупный, нуждаются в цифровизации, нуждаются в создании новых продуктов. И не все хотят это делать все сами. То есть, есть большое количество игроков на рынке, которые, даже имея большой внутренний хаос, они готовы аутсортировать какие-то услуги. Если перескакивать это, вот как сейчас, на самом деле у нас есть некая проблема. Популяризация стартапов, но нет популяризации IT-бизнеса. IT-бизнес, он сопряжен с услугами. Так что я думаю, что нужно менять свой подход. И даже вот эти 100 тысяч IT-шников, которые стоят, цель у нас, если их сейчас в течение трех лет подготовить и выпустить, если не будет популяризированный аутсорсинг, им негде будет работать. За моей спиной находится выставка венчурных фондов, где представлены различные инвестиционные фонды, которые заинтересованы в классных инвестициях, в интересные продукты, проекты. В общем, кто ищет, найдет здесь нужные ему знакомства, инвестиции. Среди них это Мест Венчурс, Старта, Активат. В общем, самые крутые фонды именно здесь. Друзья, гуляя по форуму, мы встретили Дулат. Это Дулат, SEO, приложение Hitba. Расскажите, пожалуйста, потому что это точно необычное приложение, да? Да. Hitba – это мобильное приложение для халяльных знакомств. Халяльных означает разрешенных знакомств. Халяльность обеспечивается за счет присутствия в чате третьего человека со стороны девушки. Родственника? Желательно, это опекун девушки, Вали, в идеале. Но если нет, это другой родственник, который не является опекуном Вали. Прикольно. Вы на какой стадии сейчас? У нас уже есть MVP. У нас третий месяц после запуска. Сейчас 15 тысяч скачиваний. И DAO, знаете такое, DAO, если разбирать, то люди полтора тысячи. DAO – это Daily Active Users. А, Daily Active Users у вас полторы тысячи. Все, это я понял, окей. Круто. Позади меня находится подкаст «Зона», которая в этом году выполнена в интересном стиле. Ее сделали в форме юрты. Digital юрты, так скажем. Но в целом, Алматы Digital – очень классное мероприятие, где каждую минуту происходит очень много параллельно идущих мероприятий. Сейчас расскажем вам про зону Innovations. Прекрасная зона. Innovations Center называется. Здесь представлены последние разработки в области робототехники, AR, VR. Бесплотных летательных аппаратов я здесь много вижу, экзоскелеты. Ну, в общем, что-то надо из этого попробовать. За моей спиной сейчас интересная разработка в сфере виртуальных технологий, VR. Классно, что вылетают дроны, делают патриалистичные снимки местности для того, чтобы потом ученые или какие-то специалисты могли тактически ориентироваться на этой местности. Самое интересное, что это фотографии с информацией. Там сохраняются все данные в виде координат, рельефа местности, уровней и так далее. Друзья, передо мной Ердос, основатель Академии One и президент Ассоциации IT-экспорта в Казахстане. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с IT-экспортом в Казахстане? Ну, пока мы на самой начинающей точке. До сих пор пока по-хорошему. Но очевиден, что тренд есть, очень хороший тренд. Многие компании перестали смотреть на внутренний рынок. И разворачиваются все больше и больше на внешний рынок. Почему это важно? Потому что это экспортный доход, который позволяет компаниям сосредоточить и увеличение базы клиентов, повышение конкурентоспособности на мировом рынке. Просто-напросто даже повышение маржинальности бизнеса и доходов. Потому что, грубо говоря, западные иностранные клиенты платят больше во многих случаях. Можно какой-то пример на пальцах? Допустим, если бы у нас развивался IT-экспорт, сколько бы Казахстан мог зарабатывать? Буквально так вот на пальцах. Да, у меня есть эти цифры. Смотрите, какая была ситуация. Если бы мы экспортировали где-то около, скажем, 100 долларов на душу населения, как делает Украина, например, то есть до войны Украины, то тогда получалось бы, цифры экспорта были бы около 2 миллиардов долларов в год в экономику страны. Это полтора процента ВВП страны. Грубо говоря, около 40 тысяч рабочих мест, айтишников. Так, если бы мы экспортировали как Беларусь около 215 долларов на душу населения, то у нас получалось бы около 4 миллиардов доступа. Я вам просто для сравнения скажу. Да, для сравнения. Национальная атомная компания Казатомпром где-то в год около миллиарда долларов в казну государство приносит. То есть, грубо говоря, мы можем говорить о еще одном Казатомпроме для страны. Я всегда считал, что наши таланты недооценены, поэтому запускаем проект Academy One для всех, кто хочет стать айтишником. И дальше выходить на зарубежные рынки, чтобы люди могли реализовать свои таланты не только на внутренних тендерах и работах проекта государственных, а именно еще и на зарубежных рынках. Очень важно понять, что для того, чтобы айтиэкспорт вырос до значимых величин, полтора, два, три миллиарда долларов, нам нужно огромное количество программистов. Программистов. Не только программистов, а людей, те, кто продукты-проджекты. Получается, что в этой индустрии мы можем создать около 40, минимум 40-50 тысяч новых рабочих мест. Представляете, рабочие места, где люди могут... Хорошие условия работы, столы, компьютеры, я не знаю, офисы симпатичные, хорошие. Ну, почему бы и нет? То есть здесь айтиэкспорт может сделать ту же самую работу, дав работу огромному количеству молодежи. Звучит очень многообещающе. Спасибо, Ердос. Спасибо большое. А за моей спиной проходит ярмарка о вакансии, место, где можно найти работу своей мечты или стажировку в передовых айти-компаниях, таких как Freedom Holding, Kazak Telecom, Kaz Dream Technologies, Колеса Групп и многие другие. Максим, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе, о своей компании. Для начала нашим зрителям. Я являюсь управляющим партнером группы компании Repoint Software. У нас две компании в Соединенных Штатах. В 2012 году стартанули в Алматы, и в Алматы у нас штаб-квартира находится. Занимаемся сейчас сложными штуками, такими как речевое распознавание, речевая аналитика в офлайне. И также помогаем дополнительно нашим компаниям экспортировать свои продукты за рубеж через свой опыт, через персональный опыт, через опыт компании. Также сейчас я занимаюсь... один из стейлхолдеров, так сказать, ассоциации по IT-экспорту. Мы сейчас собираем всю эту уже канву, уже почти собрали, и надеюсь, что сможем дать рынку прям такую супер-классную машинку, которая будет позволять быстрее начинать выходить на другие рынки и менять немножко майндсет. А в каких странах вы работаете сейчас? Помимо Казахстана? Сейчас, ну, если говорить про вообще нашу историю, то мы поработали, можно сказать, почти со всем миром. Со всем миром? Да, то есть, ну, именно с теми странами, которые развиты в IT. Понятное дело, со странами, допустим, там, в Африке мы не работали, мы работали, допустим, с ЮАром или там с Египтом, со странами в регионе Мена. То есть, а так в основном мы работали, это США, Западная Европа, Юго-Восточная Азия были клиенты. Итак, а за моей спиной ярмарка вузов, где представлены лучшие вузы Казахстана, а также здесь вы можете ознакомиться с их образовательными программами. Здесь такие универы, как Назарбаевский, СДУ, IT-юниверситет, Алма-Ю, ну и многие другие. Друзья, наш выпуск подошел к концу. Мы побывали на крупнейшем цифровом форуме Digital Алматы 2023. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал WeProject, ставьте колокольчик и до скорых встреч. Пока!